Наш выпуск сегодня посвящен простым ловушкам в дебюте Ретти, вариант Львовский Гамбит. Львовский Гамбит начинается ходами К3, Д5, Е4. Белая пешка не защищена, поэтому черные охотно ее берут. Д бьет на Е4. Конь Ж5. Белые нападают на пешку, и если черные попытаются ее удержать путем конь Ф6, то Д3. Черные стремятся избавиться от проблемы и ходят Е бьет на Д3. Здесь следует хитрый ловушечный ход, слон бьет на Д3. В чем его смысл, мы сейчас увидим. Черным не нравится активный конь на Ж5, и они пытаются его прогнать ходом Х6. И будут шокированы следующим ходом белых. Конь бьет на Е7. Вилка. На взятие коня королем, король бьет на Е7. Последует слон Ж6 шах, и король уже не может вернуться на Е8. Он ходит король Ж6, и черные проигрывают ферзя. Ферзь бьет на Д8. Черным можно сдаваться. Теперь давайте снова разыграем львовский гамбит. Конь Ф3, Д5, Е4, ДЕ, конь Ж5. И разберем еще один ответ черных. Слон Ф5. Конь С3. Белые давят на пешку. Конь Ф6. Ферзь Е2. Этот ход не так силен, но это хитрая ловушка. Если черные по инерции продолжат защищать пешку, ферзь Д4, то проиграют. Давайте посмотрим. Ферзь Б5 шах. Слон Д7 с нападением на ферзя. Ферзь бьет на Б7 под атакой ладья. И слон С6. Черным кажется, что они все защитили. Ладью А8 брать нельзя. Но у белых есть ресурс. Слон Б5. Слон С6 атакован двумя фигурами. И связан. Черные пытаются его защитить. Ходом Ферзь Д7. И ход С6 подвергает их в шок. Из-за атаки на ферзя они проигрывают ладью. Конь бьет на С6. Ферзь бьет на А8 шах. Конь Д8. А что же будет, если после слон бьет на С6, Ферзь возьмет этого слона. Ферзь бьет на С6. В этом случае последует Ферзь С8 мат. В следующем выпуске мы продолжим изучать простые ловушки в львовском гамбите. Но это видео будет доступно только для спонсоров. Поэтому жмите на кнопку спонсировать. Но сначала подпишитесь на канал. Ссылки на плейлист со всеми ловушками в дебютах вы найдете в конце этого видео. В описании к нему и в комментариях. Желаем удачи! Субтитры подогнал «Симон»